У государства, которое называется Российская Федерация, нет никакого мировоззрения. Это даже декларировано в этой писульке, называемой Конституцией. Когда-то ее называли там женой Константина на Сенатской площади за императора Константина и жену его Конституцию. Мы привыкли и к этому, и к Конституции. И некоторые люди говорят, что эта Конституция плохая, она не дает развернуться Путину, который на самом деле прекрасный и хороший управитель. Если его убрать, то все развалится. Да и так все уже развалилось. Развалилось. В стране хаос. Это чудо, что мы существуем в единых еще границах. За счет чего? За счет жадности и страха. Но это не мировоззрение. Мировоззрение рождается кровью человека, его исконной природы. Придумали там разнообразные иудеи, психологи, психиатры, название архетип. А это кровь человека. Наша кровь когда-то была перепрограммирована, но не полностью. Все в 988 году крещение в Руси и в итоге была создана империя. Но она оказалась непрочной и развалилась ударами тех, кто боролся с православием. И вот теперь, когда нет мировоззрения, Кремль взял мировоззрение православия. А православие говорит смирись, нагорная проповедь. И получается, я говорю, нет у них мировоззрение, а у них есть мировоззрение. Священники выходят, говорят нам все воля Божья. И эта воля Божья говорит, что надо терпеть, терпеть, подставить левую щеку. Но если Путин крестится, он должен подставить нам, Русскому национальному фронту, свою левую щеку. Потому что мы ударим по праву и говорим, что ты делаешь. Он этого не делает, значит, что это? Ложь? А кто тогда лжет? РПЦ? Нет. Потому что, повторяю, миром этим, в котором мы живем, правит жадность и страх. Так, жадность эта вызывает страх за свою жизнь. И вот жадность и страх являются единственными стимулами для принятия всех государственных решений. И в этом плане можно понять и на национальную гвардию, и переподчинение разнообразных вооруженных отрядов. Это все жадность, вызывающая у самой себя страх, хочет сохранить. Но это не мировоззрение. Ни одно государство в мире не существует долго без мировоззрения. А в нашем время, получается, существует целых 25 лет. Почему? Да потому что есть ядерное оружие. Ну кто сунется на страну, которая может нанести удар? И тогда на что нам надеяться? Да выборы всегда были нечестными. И в Новгороде это были подкупы. И в Древнем Риме там откровенно разрешалось покупать голоса за пределом черты городской и так далее. Выборы могут быть только прямыми, непосредственными. И вот в село возьмем, которое еще осталось. И люди там должны выйти просто. И стоят. Должны кандидаты перед ними выйти. Так, два, три, двадцать. И каждый должен из них говорить им, что он хочет. И так по всей стране. И это растянется на год. А может на годы. Но это будут выборы. А так никаких выборов никогда не было и не будет. Но это чушь собачья. Это же иудейские уловки. Четырехтвостка дозывалась это при царе. Выборы. Я хочу сказать. Раз этим миром правит страх и жадность, то нам ничего не остается, чтобы принять эти условия и декларировать свое национальное мировоззрение. Нам нужно сохранить наш народ. Не надо нам знать, сколько там пенсии выплатили. Нам надо знать, сколько детей родилось. В Курской области и в такой. И что для этого делает правительство? Дает ли оно квартиры? Дает ли оно деньги матерям и так далее? Нет. Это и власти. А вы сами знаете, чай это власть. Вы сами знаете, чай это власть. Ей не нужен русский народ. Ей нужно население. Потому что будущее этой власти корпорация. А корпорация порождение мегаполиса. А мегаполис это чрево сатаны, то есть банка. Иудеи сами говорят об этом. Пишут сейчас книги. Мы варийцев отняли бога, отняли монарха и дали им банк. Значит, сейчас все меры правительства сводятся к тому, чтобы сохранить банковскую систему. И только банковскую систему. А где банк существует? В мегаполисе. За счет кредита и так далее. Но. И это все можно объяснять долго. Я могу час рассказывать об этом. Но главное я хочу здесь сейчас предложить. Мне надоело плакаться. 22 года или больше я сражаюсь с этой гидрой. Но. Я пришел к одному. Мы живем в управляемом мире. Тотально управляемом. Такого возможного ресурса управлять массой, сознанием не было ни у Гитлера, ни у Сталина, ни у Муссолини, ни у фараонов, ни у кого. Телевидение. И интернет. И тотальный контроль. Вот эти вот мобильные телефоны. Эти гаджеты. И эта химическая продукция, я имею ввиду продукты питания, которые не дают развернуться к голодному мору, который был у нас в Поволжье или был искусственно устроен, подкормят публику химическими продуктами. Что нам делать в этом управляемом мире? Принять и участвовать в выборах президента этой РАФы. Попытаться при помощи этого консолидировать людей. Может быть они нас услышат. Ведь наше несчастье, что нас лишили связи с народом. Вот это управляем. Я предлагаю президенту или Савельеву, или я. Но, наверное, Савельеву он моложе. И мы консолидируемся. И пойдем. И может быть хоть кто-то нас услышит. Но надо быть откровенными. Ходить под статьей тогда. Ну, когда разрешат пропаганду. Я думаю, могут даже и пропустить. Нас через фильтры разные. И тогда мы выйдем со своим русистским мировоззрением, в котором сливается и народный, и национальный социализм. Исконно русский. Ибо мы народ общинный. Мы всегда, русаки, были в общине. И глупец Столыпин, который стал ее разрушать, потому что капитулировал перед долларом и золотым рублем, введенным в империи. И это оказалось, наоборот, очень медвежья услуга для всего русского народа. И вот мы должны свой русизм сказать, что вера разделяет. Потому что разве можно сейчас верить патриарху Кириллу, когда он выполняет партийное задание? Сохранить состояние, яхты и все то, что им так нравится, в руках у этих людей. И переводит все на старушек, которые должны все простить, все забыть. Потому что Бог велел всех любить. Но, повторяю, кто и где из священников и из тех, кто крестится, исполняет Нагорную проповедь? Бога в обществе сейчас нет. Это фикция. Где-то есть праведник. Где-то молится. И, может быть, поэтому мы живы и еще здесь сидим. Но запомните, Бога нет, коли его никто не принимает в расчет ни в быту, ни в политике. И давно уже нет. Ницше был не дурак, когда сказал, правда, после он умер, что Бог умер. Бог в народе растеян, в народном сознании. Но народ, не хочу историю вспоминать, раскулачивание, расказачивание, индустриализация, переселение, освоение жилищных земель и так далее, уничтожили нас, как общность русскую. Существуют намады, атомы такие, которых в возрасте 17 лет, если он русак чистый, проявляется, и мальчишка выбегает, и начинает ночью бить таджика, а узбеков, потому что он русак, голос крови в нем говорит. А потом дальше конформизм вышел, семья, дети и так далее. Ну не мне вам рассказывать, как судьба обтачивает человека и делает его голышом. Нет сейчас мировоззрения у этого правительства, и не будет. Значит, этот строй обречен, предрешен. Но нам надо попытаться, перед тем, как все это рухнет, выдвинуть из своей среды хоть одного, который будет говорить народу, что народ, ты наше все, твоя кровь, твои обычаи. Потому что, смотрите, мы таем на глазах, мы унижены, мы оскорблены. Вы посмотрите, сколько блондинок ходит с черными. Они родят ублюдка, ублюдки породят ублюдочную культуру. Ублюдки, ублюдки. И нет, Руси, матушка, нет. Кто виноват? Господи, виноваты церковники, которые царя предали первые. Капиталисты ему арестовали с сумасшедшими генералами, а церковники предали царский принцип власти. Царь милый, добрый, не диктатор. Не диктатор. А сейчас наш народ, забывший царский принцип жизни, хочет диктатора. Я это чувствую, и вы это видите. Нужен диктатор. Но лучше русский диктатор, чем какой-то иной. А для этого примем эти дьявольские правила и зарегистрируем нашего представителя Русского национального фронта в президенты. Начнем готовиться к этому. И как раз это кажется в 2018 году. Да можно такую пропаганду развести. Во-первых, зачем этот дорогущий чемпионат мира? Он себе создает реноме, авторитет. Он хочет быть принят в круге золотого тельца. Да, он сейчас временно спасает свою шкуру, играя по разным правилам. Но FIFA все равно на его стороне. Значит, там не все так плохо для него. А мы поднимем народ, потому что уже Насгвардия сегодня сообщения будет вышвыривать людей за неуплату. За неуплату. Посмотрите, надо учиться революции. Где? На Украине. Народ там восстал. Восстал против олигархов. Как и мы здесь его зовем. Но у него олигархи украли все. Все украли. Вальсман, Порошенко. Почему? Подставные лидеры были. И Тегныбок подставной лидер был. И все. Когда нужно взять на себя смелость, ответственность. Я знаю, кто сделает. Он в кусты. И появляются какие-то другие типы. У нас так уже было. У нас так было русской. У нас так был. И баркаш. А теперь мы попробуем помирно. Я настаиваю на этом. Мне надоели эти разговоры. Написаны десятки книг. Все очень умные. Но у кого в голове Ленин, у кого в голове царь, у кого... Мы русские. Поэтому вера должна быть одна. В кровь нашу, в русскую. И только святость имеет право власти. И тот, кто станет этим президентом, должен сказать, я буду носить одну рубашку. Буду носить один пиджак. У меня ничего не будет. Потому что нам надо торопиться. Идет генетическая революция страшнее информационной. Когда генетические эксперименты придут к тому, что они будут бессмертны. И тогда мы окажемся в каком-то фантастическом романе, в котором навсегда будет завершена пирамида власти наверху богачи, а внизу стадо, желательно перемешанное, в сорока гипермегаполисах планеты. И конец тогда всему. И тогда мы заплачем, но будет поздно. Поэтому давайте примем участие в этих подлых, в этих очень запутанных президентских выборах. Соберемся, кто все здесь есть и приходят на наши конференции, и выдвинем, и создадим штаб, и дадим им бой. Потому что мы уже знаем, как выдвигался там и этот Ивашов, и Миронов. У нас есть уже опыты. Мы уже так просто не сдадимся. Поверьте мне, я в этом уверен. И поэтому скажу, что русская диктатура лучше той, которая сейчас. Я знаю, все уже устали. Я знаю, что этот режим как никогда силен. У него нацгвардия, враженные отряды. Все это насилие через телевидение, деньги, страх, все. Но это все равно, процитирую, стена гнилая. Если стена сильная в нем есть, мировоззрение, а когда жадность и страх правят, это конец близок. Но мы все позорно погибли. Я не хочу позорно погибать. Посмотрите, мы уже азиопа. Мы уже все. Москва-бат. И патриарх говорит, мусульмане, наши братья, какие они братья? У них был уже пророк. Напечатано было при царе. Как это так? Мы терпим эту ложь. До каких пор? Я говорю, для чего темпераментно, чтобы вы поддержали эту мысль? Из Русского национального фронта выдвинем кандидата в президенты и доведем его до выбора. Один говорит. Все.